Дорогие друзья, добрый день! Говорит и показывает Наверное, это называется Футбольная школа Московского Спартака Имени Федора Черенкова Насколько я понимаю, Александр Шаталов, Павел Камышкен И Дмитрий Тамбовцев Организоват для вас Медиапроект Спортеру Сегодня Этим ранним субботним утром Приветствует вас На самарическая встреча В сезоне у нас К представящему сезону Матч между командами Спартак-Москва Командой Квазар Спартак-Москва представляет 25-й год Квазар справа Сейчас на ваших экранах Традиционные цвета Очень быстро по составу Квазара Я сейчас пробегусь Состава Московского Спартака у меня, к сожалению, нет Сейчас попробуем разобраться Итак, на воротах у нас сегодня в составе Квазара Пошкин Илья Полевые футболисты Восьмой номер Марат Садиков Седьмой номер Олег Кожемякин Артем Кондрашкин Под восемь восьмой номер Артем Новичков По двадцать третьем Полузащита Двадцатый номер Марат Алиудинов Восемнадцатый номер Андрей Вилченков Десятый номер Андрей Беломыцев Двадцатый номер Сергей Деменков Капитан команды И Даниил Мартынов Под второй номер Нападение Единственный нападающий Алексей Еремарков Ермаков Под девятым номером Такой состав у нас у Квазара Сейчас посмотрим по расстановке Как я понимаю Четыре-три Один-один будут играть Квазар традиционно Футболисты Московского Спартака Положились По-моему По классической схеме Четыре-четыре-два Два по сорок пять Еще раз Справа У ворота Команда Квазар Слева Московского Спартака Матч начался Пообщались мы С руководителем Команды Квазар Перед матчем С Артемом Хачатуряном Знаем мы Этого молодого человека По Сверхинтересному интервью На сайте Спортс.ру Он много Сорвал покровы Там С Отношений Скажем так В российском футболе Пообещал Что Квазар Должен смотреть Сегодня интересно Неплохо Садиков По левому флангу Там Классная скорость Какая Восьмого номера Квазара Но Прострел На ближнюю штангу Безошибочно играет Страшворот Московского Спартака Контратака Классическая Классическая игра Красно-белых Есть преимущество На правом фланге Неплохо Вне игры Нет Пашкин Там На выходе Сыграл Здорово Но знаем Мы да Что Крайние защитники Квазар Очень быстры Очень опасны Много Квазар Играет Число их Латералей Новичков На мой взгляд Вообще Один из самых Сильнейших Крайних Защитников Так сказать Квои видел В живую Свою Так сказать Футбольную карьеру Глава удар Квазар Квазар Уверенно Смотрится На первых Минутах Встречи Деменков Обыграл Садникова Садникова Хороший Финт И снова Под левую Любимую Убрал Подача Была ошибка Там не случилось Вот так вот Ошибка Здесь Есть претензия К арбитру Здесь у девятого Номера Московского Спартака Ух Серия Там Ложных движений Неплохо На фланг Передача Неудачная Напомню вам Дорогие друзья Что предыдущую Товарищескую встречу С командой Шкит Квазар Уверенно выиграл Со счетом 5-0 Ну там Все понятно Было уже После первого тайма 3-0 Повели Ну Квазар Повыше классом Все понятно То что называется Было Нарушение правил Ну а дорогие друзья Квазар пока Поувереннее смотрится Хотя напомню вам Играет Так условно В гостях Здорово В одно касание Играет Ну Чуть было Я не крикнул Падай Футболисты Там Квазара Белом Ицев Передача Направо Подавать Там не на кого Не пошли Там футболисты Квазара Хорош А через защитник Контроль мяча Пока Великолепен У Квазара Снова Садика В садика Слевой Высоковато Пробил Там всевозможные Ограды Перелетел мяч Ну что Хочу сказать Дорогие друзья Мне кажется Пока Наверное Пожалуй 65 на 35 Владение Мячом Принжи Квазару В такой Пропорции И отворот Пока Спартак 95 Года Команда Московского Спартака 95 Года Рождения Не так уверенно Смотрится На Собственном поле Далеко Вылет мяч И снова Садиков Серия Единоборств И там На газоне Футболист Московского Спартака Да Принцип Fireplay В борьбе В плечо Да Получил Там Правый Хав Красавец На белых Нет Совершенно верно Да Нужно отдать Мяч Футболист Квазара Вот так Вот у нас Принцип Fireplay Далеко Выбит мяч Ну что Не знаю Уже Дорогие Друзья Как Здесь Fireplay Обиделся На своего Оппонента Восьмой Номер Спартаковцев Считаю Что был Там Нарушение Правил А седьмой Седьмой Номер Прошу Прошу Прощения Вот он Снова Аут Говоря Языком Американского Футбола Прошли Четыре Явда Ну может Пять Подвалисты Квазара Вот так Вот Садиков Уверенно Мяч Терет К сожалению К сожалению Для Квазара Шире Не получается Из-под Прессинга Выйти Квазару Ну вот так вот добрался До мяча Семерка Красно-белых Странно Три футболиста Квазара Были вокруг него Но Удар конечно Не получился Тем не менее Давайте отметим Что Не сумели разобраться Передача Достаточно точная Была Хоть и не сильная Новичков Просит здесь Линую Налево Алиудинов Получает Передачу Неплохо Вне игры Ермаков Поторопился Вот это здорово Получается У Спартаков Суверенно Здесь они В центре поля В одном касании Играют Здесь Пожалуй Я и сглазил Мяч потеряли Тем не менее Неплохо Все это смотрится В одном касании Внимательно Ермаков Задержался Там вовне игры Вот он с мячом Передача Вперед Неплохо Беломыцев Не получилось Там Мячом Заладеть Как говорят У нас на коробке В три года Еще было Беломыцеву Там все Очень креативный Футбол Великолепный пас Хороший Дриблинг Скорость Пол защиты Квазара Вообще Выделяется Этими Качественными Они даже Более Спартаковцы Чем сами Спартаковцы 95-го года рождения Которые мы сейчас Наблюдаем На поле Вот так вот Без Нарушения Правил Обращу внимание Обращу Обращение Обращу внимание Что 88-й номер Квазара Так здесь борьба И снова Обратите внимание Друзья В этом Веденоборце Выходят Подборец Квазар Хочу обратить Ваше внимание Друзья Я с командой Каид Спорт Обращал Внимание Да Друзья Ваши На то Что хорош Позиционно Здорово играет Хладнокровен Спокойно Но вполне Вполне С этими качествами Можно выступать На позиции Центрального защита Садиков Настоящий лидер команды Да Хоть и крайний защитник Неплохо Снова Садиков В одно касание Нет Здесь неудачно И снова Садиков Первый на мяче Великолепная Физическая подготовка Какая Да У Марата Снова обострял И снова прострел Неудача Но Рано или поздно Вот это все Количество Закончится Мне кажется С качеством Постраховал Партнера Настоящий капитан Шире Новичков Вот так вот Дорогие друзья Квазар здесь На чужой половине поля Не скажу Что возит Но контролирует мяч Да Кондрашкин Садиков Садиков Слева Беломыцев Получает Садиков Слева Забегает Деменков Подача Новичков Правый рабочий Отдал Нашел Партнера Хорошо В одной касанице Играли В подкате Нет Нарушения там Правил нет Конечно В подкате Там бросился Центральный защитник Московского Спартака И Он грозу нивелировал Но здорово Здорово Разыграл Квазар И снова Классно играет Обронирование Квазара Вот так вот Адреса-то нету Него Пашкин Там На долине Штрафной Вышел Выбил мяч Беломыцев Единственный Там На подборе Передача В центр Напомню Дорогие друзья Счет 0-0 Да Вот мне здесь Наш руководитель Трансляции Александр Шаталов Подсказал Что Есть у нас Да Этот Петр Сегодня Ахронный метраж Саш Я Был Ну Так По ощущению Минут 20 Да Да 15 Минут Ой Перехвалил Перехвалил Я Кондрашкина Ошибся Здесь Но По-моему Партнер Не подстроился Здесь Вполне Можно С бровки Подсказать Было Чуть поближе Поуже Открыться Квазара Левой ногой Необходимо Левой ногой Так же Да Такой То что Называется Право Для ходьбы Спартак Спартак С мячом Передача В центр Садиков За своим Не успел Удар В падение Вот так вот Острейший эпизод Острейший момент И Да Марат Садиков За своим Не успел Бил В падение Здесь Седьмой номер Московского Спартака И Только усилиями Липушкина Угроза Отведена От ворот Квазара Момент Острейший Момент Опасич Угловой Удар Сейчас Слевой ноги В сторону Ворот Будет Закручивать Футболист Московского Спартака Подача Воздух Выиграет Квазар Беломыцев Под себя Убрал Прессингует Очень Хладнокровно Здорово Быстрее Быстрее Новичков Разгонять Атаку Длинная Получилось Людинов В одну Обыгрался Ну еще Передачу На Беломыцев Отдать Нет Людинов Через спину Играет Садиков Садиков Пас вперед Здорово Деменков Ошибается Спасом Кампинант Квазара Серия Ошибок На половине Поля Московского Спартака Баз На лево Удар Голи Вот это Сейв Хорош Контратака Будет Вот так Продышались Команды Раним Вернее Уже Наверное Не раним На субботнем Утром И Посмотрите Какие Скорости У нас Здесь Середина Первого Тайма 0-0 Напомню вам Дорогие Друзья Доброец Квазар Делает Это Очень Мастеровито Белом ЦФ В борьбе В подкате Прыгнул Там Опасно Это Смотрелось Тем не менее Аут Геометрический Прикольный Скажем так Спартака По Техническому Исполнению Грязноват Деменков Садиков Против Садиков Двое Уже Трое Здорово Можно Самому Идти Хорош Под левую Удар И снова Вступает В игру Вратарь Спартака Вручает Свою команду Вратарь Людинов Атаковал Удар Поворотом Что ли Капитан Москов Спартака Был Подсказал там кто-то По-моему Пашкин Это был Деменкову Пробуй Ну вот Деменков Попробовал Очень не точно Классно Главой Играя Там Седьмой Класс Не Протносил Я его Еще Пока Фамилию Тем не менее Пока В центральной Зоне Практически Безошибочно Играет Квазар Неплохо Вот так вот Ошибается Там Нет не исправляется Собственно ошибку Вот так вот Нарушение правил Да Сторон Беломысова Интересный Верлдикст Трефери Да Дам Вот так Да Друзья Есть здесь Претензии Тренинского штаба Косковского Спартака К Футболистом Ленин Обороны Хорошая передача Какая точная Вот прием Не очень Вышел мяч Людинов Вот так вот Даниил Мартынов Высоковато Обратите внимание Друзья Поменялись позициями У нас здесь Садиков У нас Практически В позиции Левого Ну как Инсайдер Левого Даже нападающего Пожалуй Алиудинов Опустился На позицию Левого Защитника Хороший Здесь Только Марат Хорош Длинная Вперед Кирмаков Не вышел Там Из-за Негры Кондрашкин Садиков Открывается Слева Но там Сложность Под прессинга Отдать Передачу Полюдинов Не ошибся Открывается Обратите внимание Друзья Да Почти при каждом Отскоке При каждом Рикошете Оказывается Футболисты Квазара Первые на мяче Говорит это О том Что Физически готового Команда Поинтереснее Оппонента Да Это тот самый случай Та самая Лакмусовская бумажка Лакмусовая Прошу прощения Бумажка Которая Характеризует Физическую подготовку Команды Вот так вот Дорогие друзья Здесь оказывают Помощь у нас На бровке Леудинов Там в стыке Да Получил Видимо На стопу Вернулся На поле Обратите внимание Еще раз Да Снова Садиков Не успел Леудинов Слева один Догнал На бровке Мяч Пошел Неплохо Беломыцев А не было Что же там Не пошел До конца По крайней мере Вот С нашей позиции Казалось Что мог он До мяча Добраться Вне игры Вне игры Хорошо Дмитрий Лабосов Наша операция Сообщить мне О Ветраже 23 минуты Примерно 24 Да У нас минута Первого тайма Матч Квазар Московский Спартак 95 Года рождения 0-0 Обменялись Командами Обменялись Вернее Команды Острыми моментами Был момент Московского Спартака В контратаке Там поймали Из зоны Садика Он носил удар Седьмой номер И два момента Было у Квазара Острого атаковали Выручил Вратарь Оба раза Как впрочем И в эпизоде С опасным Моментом Спартака Также Пашкин Там великолепен Был В броске Еще раз Хочу заметить Что Чуть поинтереснее Физически Смотрится Квазар Садикав Ну нет Там Беломыцев Не пошел Там так Красил передачу Люди Ну что Да Дорогие друзья Совершенно верно Я думаю Слушали Вытираду Здесь Со скамейки Московского Спартака На самом деле Да Вот так вот Завели Спартаковцы Там Есть взаимные претензии Потому что Понимают Ребята Что Интереснее Квазар Смотрится Новичков Гол Хорош 1-0 Квазар Повел Получил Новичков Там передачу Правый Защитник Оказался На линии Штрафной Московского Спартака И Правой Ногой Внешней стороной Стопы Катнул Мимо вратаря Спартаковцев 1-0 Квазар Повел Дорогие друзья В гостях Играет Команда В белой форме Играет интересно Играет сильно Ну вот так вот Количество В итоге Переросло В качество Ну что Квазар И так здорово Смотрелся А сейчас еще Уверенность Приобретет Дорогие друзья Да И уже там Пашкин Командует Совсем Таким Командирским Голосом По-моему Очерканул Здесь Не совсем Я с рефери Согласен По-моему Садик Очерканул По затылку По кончику Волос Командует В подкате В подкате Играет Да Был на шее Деменков Не отличается Не отличается Если честно Группостью Желтая карточка Да Сергей Деменков Получает желтую карточку В середине В середине первого тайма За подкат Сзади По-моему Не по делу Здесь он бросился Ну Пожалуй Что это Единственное Что ли Позитивное действие Футболиста Москва Спартака Да То что Деменков получил Желтую карточку Замена в составе Москва Спартака 29 номер Выходит на поле Отправился На падение Ух Деменков В одно касание В падение Как отдавал Зачем же Ермаков Здесь пятку-то свою Обрабатывает мяч На линии штрафной Не так свежи На мой взгляд Защитники Московского Спартака Там Вполне Ермаков Мог Было у него По-моему Возможность Подправивая себе мяч Укоротить Но Деменков Хорош В сложном положении Отдал передачу Точно Достаточно удобно Дорогие друзья Ох Прошу прощения Друзья Какой прессинг У Квазара Вот получилось У Спартака По левому флангу Там атака Получилась Аут Нет Нет Можно играть Нет С Искар Ну Запоздала Да Вот 30 минут Первый тайм Отыграли Команда Трибут прессинга Здесь На бровке Тренинский штаб Московского Спартака А Квазар Очень спокойно Мяч контролирует Ну что Это Пожалуй Уже у нас 70 на 30 Да Наверное Владение Мячом У Квазара Садиков Белом Цеф Пас назад Пашкен Здорово Квазар играет Такой Организовал Там Квадрат Все Одно Неужели Здесь Хочется Ох Хорош Хорош В отборе Там Капитан Квазара И передача Неплохая Шире Садиков На углу Штрафной Левая нога В Дании Конечно же Нужно было Бить Садиков Пробил Ближний Ну что Метра полтора Да Там Разошелся Мяч С левой штангой Неплохо Неплохо Удар Вот это да Вот это да Хватаются За голову Здесь Спартаковцы Да Момент Шикарный Был Батарей Хобби Лига Супер Мойлута ЦС Василий Назаров Пробивающие Пенальти Х5 перекресток Максим Сахно Филпромбанк Петр Балакир Да Нужно было Нужно было Забивать Московском Спартаку Не так Много У них Моментов Вроде Бил На точно Здесь Как говорят Мои товарищи Увлекающиеся Фифой Тринадцать Передержал Кружок Здесь Спартаковец Ну в общем Мим ворот Нарушение В саде поля Наладил Спартак Чуть-чуть Контроль Меча Садиков 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 Сзади Там Прессинговали Но достаточно Мягко Хорош Садиков Подкате Как же Да Марат Уверенно Играет Получилось Людинов Один в один Обыгрывает Третий номер Московского Спартака Хорош Хорош Там Подкате Людинов Как-то Простоватый Финт Там Задумал На этом Уровне Конечно Не обыграть Деменков Беломыцев Шире Направо Новичков Пробить бы Хорошее Ложное движение Адреса Нет Но Открыться Открыться Шире Садиков Ближе Андрашкин Новичков Новичков Неужели Хватит Скорость Хватило Обыграл Одного Ай Ошибся С передачей Артем Удар Дальний С правой Совсем Не точно С первого поля Николай Порядок Пробитие Пенальти Следующий Первый пробивает Максим Сахно Риктоско Второй Петр Балакирев Третий Микаил Хазов Четвертый Тимур Софиулин Пятый Иван Фомин Шестой Константин Шестяков Седьмой Евгений Захаров Спартак С мячом Ах Деменков Здесь поскользнулся Но прочитал Комбинацию Да Деменков Конечно Футбольным интеллектом Обладает Мне кажется Друзья Не слабее Мне кажется Хави Рискованно Но получилось Вне игры Но здесь И да Пашкин Хорош Прочитал Комбинацию Был первый На мяче Даже при том Что вне игры Пробивает Михаил Квазар играет Никаких Длинных Да Там при выходе Из обороны Вот здесь Получилось Ох И в подкате Великолепен Там Спартаковец Нет Садикова Так очень сложно Пока безошибочно Играет В центре защиты Импорт 3 Садиков 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 Беламу Ицев Да Хорошая пара Полузащитников Квазара Садиков ошибся Здесь по-моему С финтом Но и Московские Спартаковцы Выбросили Выбили Здесь мяч За пределы поля И снова Садиков Совершенно один Ермаков Садиков Трасса Трасса Иск Снова Квазар Контролирует Мяч Подходит У нас Концу Первый тайм Трасса Я думаю Минут Осталось здесь Минут Осталось у нас До конца Первого тайма Мои коллеги Мне подсказали Точнейшая передача Здорово Да Пожалуй Хочется мне Выделить Правый фланг Московских Спартаковцев Третий Седьмой Номер Такой настоящий Спартакский Футбол Играют Короткими Передачами Хорошая Техника Достаточно Сыграно Хорошо Передача Центр Вне игры Ну Да Дорогие друзья Я здесь Нет Нет Я не согласен Да С рефери В пассивном Вне игры Здесь был Передача Шла На третьего Номера Спартаковцев Он не был Во вне игры Да Да Московский Спартаковец Здесь по делу Лайнсмана Предъявляет Претензии Совершенно верно Новичков Да Квазар Вообще Очень Хладнокровен Контролирует Мяч на своей Половине Да Здравствуйте Дмитрий Ложков Садиков Демин Да Туда Ширина Новичкова Вот у нас Третий круг Приглашается Максим Шахмон Перекресток Проходит Передача Здорово Снова Один в один Вот так вот Вот здесь уже Посложнее финты Уже Сложнее обороняться Демин Одно касание Передача Пятка и Беломытца Там вне игры Демин Нельзя идти Здорово Садиков Ну Ну что ж Может быть Ну да Судья Последователь Не сказать Что Безошибочный Эти моменты Трактует На мой взгляд Здесь также Была вне игры Пассивная Демин Там забрался Но Вот так вот Демин В отборе Хорош На чужой половине Хорош Развернулся Подключил партнера Там длинную передачу Бросит Садиков Удар В ближний угол Вратарь Спартака Но Скорей Понимал Что здесь идет Мяч мимо Тресса Дмитрий Ложков Ну Спартаковса Можно конечно Играть через право Садиков Бросился В прессинг И снова Получается Беломыцев Да Но это плохо Может закончить Для Спартаковцев Удар На себя Принимает Там кто-то Из защитников Спартака Перекресток Максим Сахмарь Спартак Контратака Подкат Там Достаточно Рискованно Удар Мимо Над Правой Крестовиной Пролетает Мяч Два Футболиста Из разных Команд На газоне Да И доктор У нас появляется На поле Ну что там Все в порядке Бывает Друзья У нас Осталось Два Третендента В пятом Круге Последний Нодар У Дмитрия Лучкова Ну что Заканчивается у нас Первый тайм 1-0 Квазар у нас Интересная Встреча Квазар Солирует Играет здорово Ну Получил здесь 18 номер Квазар у нас Болезненное Повреждение Сможет Продолжить Встречу Ну посмотрим По крайней мере До конца Первого тайма Я так понимаю Нет Ребята Вмена Артем Хачатурян Там у нас Горок Вмена На обровке Да Похоже Похоже Что не продолжат Встреча у нас 18 Ой Там еще Пара Столкновений Промбанк На пуле номер 2 Команды Квел Хобби Лига Квазар с мячом Кончается первый тайм 1-0 Квазар выигрывает Контролирует мяч Контролирует ход встречи Пару раз огрызнулись Московский Спартак С очень острыми Контратаками Но в целом Поинтереснее Квазар конечно Смотрится Пашкин Ступает в игру Дюмен Дюмен На правой передаче Можно шире На Садиков Садиков Здесь числено Преимущество На левом фланге Атаки Квазара Садиков Ненужная пауза Оставляет мяч Партнеру Беломыцев По-моему Ошибся Беломыцев Ну и адреса Собственно У него не было Кондрашкин Длинная Вперед Садиков Вот он что Готов там Бразить Бровку Неплохо Садиков Обыграл Одного Ермаков По снизам Налево Точка Товарищ Студия Да Дорогие друзья Пашкин Там Требует Тренерский штаб Собственно И выпустить Квазара На замену 18 номера Квазара Да Появляется У нас футболист На бровке 44 номер К сожалению Не знаю Фамилия Там у нас Пенальти Ох Ермаков Там Практически Ударом По чеке Увеличивает Разрыв в счете До двух мячей В концовке Первого тема Футбольный клуб Квазар Обыгрывает Московский Спартак В гостях Со счетом 2-0 Московский Спартак Юноша 95-го Года рождения Беломыцев Там уверенно Заработал Пенальти Точка Чистейшая Ермаков Забивает Забивает Реализует Пенальти 2-0 Ушли на перерыв Дорогие друзья Пауза Дорогие друзья Начался у нас Второй темп Товарищки Встретие Между командой Спартак 95-го года рождения И Командой Квазар 2-0 Квазар У нас ведет Благодаря усилиям Футболистов Белой формы Новичкова И Ермакова Два гола Квазар Забил В прямом тайме Смотрелся интересней Смотрелся сильнее Контролировал мяч Вот так Один Один Там Много замен у нас Квазара Сейчас мы чуть позже разберемся Что у нас с заменами Да Хочу заметить Дорогие друзья Что Московский Спартак На второй тайм вышел Более собранным Более уверенным Ну что И пенальти у нас Да похоже Да Совершенно верно Спартаковцев Отличная возможность Сократить разрыв счете Да Поинтересней Спартаковцы Начали Второй тайм И вот Пожалуйста Дорогие друзья Пенальти Ну что ж Посмотрим Александр Здесь у нас Повторяющий Позиции И попрошу я Александра Разобраться С заменами Квазара Не все футболисты Я по номерам знаю И десятка Московского Спартака Будет исполнять Удаст точки 1-2 И до Начале Второго тайма Московский Спартак Сокращает разрыв счете 1-2 В общем Интересно Вторая половина Нас ждет Много замен У нас В составе Квазара Саш Попрошу я тебя Отравиться на бровку И разобраться Кто у нас Появился на поле Длинная Вперед Нет Не Квазарский Это конечно Футбол Есть у меня Дорогие друзья Такое ощущение Что в составе Московского Спартака Также вышло То что называется Основные футболисты Да Тоже Серия замен Проведена Первый тайм Похоже Не снова играла Снова Длинная Вперед Не точно Снова До Мартынова Да Передача не доходит Нарушение правил Так Но здесь У Квазара Уже Карточка Фалить не нужно В центре поля Да Да Дорогие друзья Вот так вот Контроль мяча Здесь уже У спартаковцев Пожалуй И снова Один Один Нет Не играя На грани Вне игры Играя 21 номер Спартаковцев Новичков Чуть засуетился Деменков Хорош Новичков Ай-яй-яй Да Да Надо бежать Спартак Зурова Броняется Начинает Атаку Через Крайнего Защитника Длинная Вперед Потеря Мягков Хорош Деменков Мягков Новичков Снова Мягков Классно Беломыцов Потеря Новичков Там пошел Стык Здорово Вырезал Там Внешней стороной Стопы Футболист Московского Спартака Достаточно Острую передачу Деменков Беломыцов Обыграл С партнером Мягков Готов Здесь Предоставить Информацию О заменах Зара В воротах Вместо Ильи Пашкина Альберт Гаспарян Гаспарян Потом полевые игроки Вышел Я так понимаю Я так понимаю Что Садикова Поменял Тридцатый номер Да? Левого защитника Ее здесь опасно Хорош Футболистов Сегодня Мартынов Мартынов Воролся до конца 91-й Косачев Виктор Да Центр защиты у нас Как я понимаю Кого заменил Трудно мне сказать Вышел 91-й номер Дмитрий Козачев Косачев Семьдесят первый Алексей Юрьев Спартак с мячом Там падение Спартак контролирует мяч Здорово На лево передача В подкате играет Вышел на замен 91-й номер Квазара Косачев Постровная передача Десятого номера Московского Спартака Тонко отдавал Не поверили в партнеры Передача хорошая Косачев Ну и Вперед Неплохо Очень хорошая передача Партнеру здесь Тяжело было обработать Да Спартаковцев Владимир мячом Великолепный Десятого номера Десятого номера Подача Высоковатая Не точно Ну ошибся здесь По-моему Косачев Был спокойный мяч Обработает Без прессинга Там он оказался Подача в центр Вазар Альберт Гаспарян Поменял Пушкина На последнем рубеже Квазара Забрал мяч Обратил Наше с вами Внимание На себя Да Дорогие друзья Неплохая у нас Онлайн аудитория Сейчас вот Пишут мне Мои товарищи В социальных сетях Болельщики Как раз У московского Спартака Дмитрий Ермаков Представитель Футбольной команды Спартак Тушина Переживает за своих Давнишний он Ой-ой-ой И сразу Спартак Счет Ну по-моему То что называется Сами себя привезли Квазаровцы здесь А этот гол Да Вот так вот 2-2 Спартак посильнее Во втором тайме Смотрится Наглого себя Выше Обратца первого тайма Счет сравнивает По хронометражу Обращусь Я к своим коллегам Как? 12 минут Отыграли Во втором тайме Еще 2-2 И пожалуй Что Спартак Поинтересней Смотрится Напомню вам Спартак у нас Футбольная школа Имени Федора Черенкова 95-го года рождения Юноша Играют пока В ничью С футбольным клубом Квазар Мяч Не получается Да Во втором тайме Игра в атаке У Квазара Классный Оставляет партнера И в подкате А вот здесь Свисток арбитра Ну да Кто-то крикнул Что Подобное нарушение Рефери оставил без внимания Со стороны Квазара А вот в сторону Московский Спартаковцев Свистнул Беломытцев До мяча Не добрался Борьба Поставил корпус Там центральный Защитник Спартаковцев И Мяч ушел За пределы поля Отворот Низом Начинают Спартаковцы Передача вперед Ошибка Деменков Одно касание Запускает Своего правого Защитника Подключился Здесь Новичков Справа Столкновение Нет Ну вроде бы Все в порядке Извиняется Там Да Новичков Не грубый Футболист Очень тонкий Очень то что называется Играющий Атакующий Защитник Квазара Один из самых Самых Интересных Футболист На мой взгляд В составе Белых Косачев Котает Там С Кожемякиным В центре Поля Вне игры Нет 1-1 Нужно забивать Квазару Великолепно Великолепно Там Вратарь Московского Спартака Действует Сократил Угол обстрела Вступил В игру Здорово Вовремя вышел Нарушение правил Здесь против Беломыцова Новичкова передача Да Для новичкова Не проблема Обработать подобную передачу Очень техничный Защитник Мягкова давно Я фамилию не называл Нет Нет Не потерялся В центре поля 1-1 У нас Юрьев Вываливался Заменил Ермакова Автор Одного Ну как раз Гол из пенальти Да Который 2-0 На последней минуте Счет встал Ермаков Зареализовал пенальти В составе Квазара Вот Второй тайм Играет Юрьев На позиции Центрального Нападающего Напомню Дорогие друзья Юрьев Также может играть На позиции Левого полузащитника Ну быстрый Креативный футболист С хорошим Дриблингом С хорошей скоростью Классический Такой Игрок Атаки В составе Квазара Знаем мы Да Что Тренерский штаб Квазара Предпочитает Как раз Вот Таких Вот Молодых Бегущих Креативных Футболистов Тонких Но здесь Москов Спартак У нас Перехватил Мяч Контролирует Развитие Атаки Передача Неплохая Ой Новичков Там Играет Достаточно Жестко Да Дорогие друзья Спартак Хорош Хорош Во втором тайме Приятно Посмотреть Очень интересно Очень тонко Играет На мой взгляд Чуть превосходит В классе Квазар Может быть Не сильно Но поинтереснее Смотрится Пока По крайней мере Подача В центр Совершенно один Там был Спартаковец Ну как же так Бить в ближний угол Гаспарян Там вышел Мяч забрал Передача Что ли Давал Беломыцев Деменков Подкатит Деменкову Надо быть аккуратнее Ну Было Да Было Нарушение правил Против Беломыцева Готов Здесь был Справа Ускориться Второй номер Квазара Получать передачу Убегать Благо Скорость у Мартынова Великолепная Мартынов Левой ногой Контролирует Мяч Не ошибся Ускорился Собственно Ошибку исправил Отмахнулся Отмахнулся Да Ну На мой взгляд Мартынова Жестко против него Играли Юрьев И вне игры Там был И Обращают внимание Сбровки Тренинский штаб Московского Спартака Обращают внимание Рефери На то Что Поднял Или как говорят Мои коллеги Зажег Флажок Здесь Лайнсман Между командами Филипп Морис Финпро Банк Со счетом 2-0 Победила команда Финпро На поле Номер один 2-2 2-2 Дорогие 2-2 18-ая минута У нас Второго тайма Вот так вот Аут Квад Квазара Игру Не, нет Не нужны Такие длинные Конечно Квазара Не квазаровские Это футбол Еще раз Обращу внимание Мартынов Бросился В прессе Заберет мяч Мартынов А, нарушение правил Деменков Беломыцев Новичков Беломыцев Переводит мяч Передача шире На дальнюю бровку Да, дорогие друзья Тут Граница Технической зоны Выше руководитель Команды 4А Ну, ничего Нам Сами футболистам Не сказал Не подсказал Вернулся На скаминку Знаем острый язык Хачатуряна По его интервью На сайте Спортсру Там вне игры Еще раз Напомню вам Хачатуряна В прошлом Был В составе Московского Спартака В качестве Селекционера Новичков Мартынов Мартынов Не стал ускоряться По правому флангу Беломыцев Ну, через Новичкова, конечно Ну, что Вперед, вперед Деменков Очень плотно Играют спартаковцы Деменков Кинщенкову Хорошо Мартынова Получается Пошел в центр Мартынов Против него Двое За руку Там дернули Конечно Мартынова Смотрит на рефера Мартынов Два в два Атака Вышел мяч Да, вышел мяч Чуть-чуть По-дружески Здесь Трехский штаб Московского Спартака Так Рефери Поддушивает Прошу прощения За Сарказм Ну, так Все это Смотрится Достаточно Достаточно Интересно Беломыцев Классно Развернулся Запускает Мартынова Мартынов Борется Борьбу Проигрывает Хорош Ложный Замах Да Центральный Защитник Спартака Хочется Поаплодировать Друзья Очень надежно Очень уверенно Это уровень Дорогие друзья Все мы знаем Да Какое качество Футболистов Воспитывает Школа Федора Черенкова Безадресная Передача Гаспаряна Борьба Мартынов Деменков Мартынов Не получилось Прокинуть Хорошо Играет Мягков Скинул На партнера Ну что Спартак Две Забил Вернее Два Меча Забил Прошу прощения Беломыцев Плохая передача Но верхом просил Конечно Мартынов Там этот пас Спартак С мячом Ошибка Деменков Беломыцев Вот здесь Получилось Мартынов Ну на скорости Набирать По ногам Там чуть получил Мартынов Остановился Но похоже Больно Да Да И обращает Внимание Рефери на то Что Не первый раз Уже против него Жестко Достаточно играет 1-1 Нет Таким Простым финтом Косачеву Не обыграет По центру Деменков Поднял мяч Сумел обработать Разобрался Да Этот футбольный интеллектуал Из ФК Квазар Хорош сегодня В центре поля Желтую карточку Напомню вам Получил он Играет великолепно Именно его передача Да На Удар плохой На Беломыцева Привела к Пенальти Ворота Московского Спартака Ведет Игру команды Не пошел Спартаковец Через Гаспаряна Играет Квазар Ильин там Слева Левого Бровочника Исполняет Похоже В составе Квазара Там Собирается На замену Выйти 23 номер Александр Шаталов Нам подскажет Кто это Опасный момент Удар В дальний угол Слева ноги Устрада Не уследила Пара центральных защитников Сейчас за нападающим Вернее центральных Полузащитников Московского Спартака Была возможность Выйти вперед У Спартака Замена В составе Квазара В составе Московского Спартака Сейчас будет По 29 номерам Появляется Футболист В составе Московского Спартака И по 23 Меняет он Вернее Прошу прощения В составе Московского Спартака 19 номер Покинул поле Центральный защитник По 23 номерам Вышел на поле Заменил Олега Кожемяк Кожемякин Неплохую встречу провел Но похоже Да, действительно Вот подустал Чуть-чуть здесь На скорости Здесь Спартаковец Совсем недавно Ворвался Да По центру В штраф Квазара Но Юрьев Нет, нет Юрьев не цепляется Длинный на Юрьева Ну Поинтереснее смотрелся Ярмаков Да Пониже Садился Мне кажется Юрьева Нужно Чуть пониже Приходить за мячом Потому что Такие передачи Не доходят Гаспарян Очень технично Наложим в замахе Деменков Беломыцев Есть, есть Да Как говорят наши Коллеги Свободный лед Перед Беломыцевым Снова Беломыцев Классная передача Ильин там слева А, прошу прощения Нет 88 номер Похоже они По посадке С Артемом Кондрашкиным По манере Редкая передача Деменкова Юрьев Снова 1-1 Удар Не было там Вне игры Да Ошиблись Спартаковцы Юрьев С правой ноги Здесь Жахнул От души На Вот По мнению Болельщиков Московского Спартака Вне игры Там было Претензии К Лайнсману Ну И замена Замена В составе Куазара Новичков Погидают поле Великолепную встречу Провел Футболист Куазара На его место Выше 18 номер Оксан Шаталов Мне к сожалению Подсказать не может Кто это Но сейчас мы это Быстро выясним Новичков Один из Вернее автора Одного из забитых мячей Здорово играл справа Традиционно здорово Себе не изменяет Много подключается К атакам Новичков Ну и в общем Так вот Судьба наградила Его за Работоспособность Одним из забитых мячей Хорош там Юрьев Попрессинговал Куазар с мячом Хорош Юрьев В одно касание На Беломыца Беломыцев Под правой ногой Мяч развернул Оппонент Еще один ложный замах Хорош удар по воротам По центру Беломыцев Хорош Ну каков там в прессинге Был Юрьев Туда Чуть-чуть вот Предъявил я претензии К Юрьеву А вот он стал Автором На Куазар Это дорогие друзья Нет Не попало в руку Это игра рукой Иван Гариков Поменял Новичкова Вне игры Да 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 Я согласен Здесь Нарушение правил Нет Здесь Нарушение правил Здесь Вот так вот Да Без ССК Розыгрыш Дар поворотом Ну все Вы видели сами Друзья мои Это было вне игры Лайнсман На это внимание Не обратил Посчитал Что здесь Нарушение правил Со стороны Московских Спартаковцев Спартаковцы Достаточно Там долго Ставили стенку Дезамена Составия Спартака Девятый номер Появляется на поле И пятнадцатый номер Составия Московского Спартака Так же сейчас Выйдет на поле Матч товарищеский Много замен Попробовал пробить Там Попробовать реализовать Этот стандарт Без То что называется Без ССК Данил Мартынов Левой ногой Там пробил Поворотом Совсем не точно Здорово Борьба как Нет Без ССК Можно играть Достаточно Жестко там шел 18 номер Квазара Хорош Но он с мячом Полчаса Мыцов Да Прям Хавиньеста Да Такая пара В центре поля У Квазара Очень креативные Футболисты Очень играющие Ага Здесь у нас Обратная замена В составе Спартаковцев Третий номер Первый тайм Он провел На позиции Правого защитника Посмотрим сейчас Куда выйдет Скорее всего На ту же позицию Спартаковцы В центре поля Контролируют мяч Передача На правах Мяч лег Неплохо Можно было В дальний Плюнуть Попробовать Бил в ближний Спартаковец Поворотом не попал Неплохая атака Да Вышел на поле Третий номер Спартаковцев Он чуть захромавш Пас вперед Аут Мартынов Сейчас партнер играет Сачев Пас направо Юрьев там готов К рывку Попробовали его запустить Не точно Плохой пас Беламыцов Нарушение правил Да, руками Здесь В грудь чуть Беламыцов Получил От девятки Спартаковцев Беламыцов Разыграл Со своим капитаном Мартынова Цепляет Правил? Хорошо Перевели там мяч Футболисты Квазара Беламыцов С левой Попробовали его Прострел На среднем уровне штрафное Да, дорогие друзья Кандрашкина Может быть в втором тайме Там он чуть не заметен Ну, а в первом тайме На позиции центрального Защитника сыграл Великолепно Нарушение правил Или какой там Вердик Вне игры Ну, тогда Не с того места Да, введен Мяч С Дмитрием Тамбовцем Мы тут обсуждаем Перепитие Нашим оператором Напомню вам Дорогие друзья Мячем Хорошая передача Ускорение Косачев успеет Да, успел Передача Неизобретательная Играет Спартак Мартынов Классно Демин Обыгрался Мягков Косачев Мягков Передача налево На Надежде на взрывную скорость Юрьева там Но Футболисты Москва Спартака Не менее быстрые Чем 71 номер Квазара Передача В центр Но налево Отдавать Совершенно один Здесь Шестой номер Спартака Беломыцев Вот уж кто Торопиться не будет Демин Классно Развернулся Передача И снова в центр Демин Вот плетут здесь Кружевое Футболисты Квазара Не хуже Спартаковцев Начало 90-х Да? Передача в центр В надежде Там на скорость Но Косачев Здесь так же быстро Борьба Нарушение правил Против Косачева Нет, нет Ну что Можно играть? Странное Странное Решение Рефери Мартынов Оказался В центре Поля Ну вот Дмитков Мне кажется И вышел Для таких вот Для такой вот Манеры игры Подержать мяч Да? Классно Острый угол Вот это да Вот это ошибка Спартаковцев Да Великолепная Передача И счет Становится 4-2 Илья Пашкин Здесь Уже переоделся Приветствует Своего правого Защитника А гол забил у нас Благодарю Илья Иван Гаврика Забивает у нас Этот гол Реализует Здесь выход Под острым углом Правой ногой Шведой Там от души Жахнул И капитулировала Оборона Московского Спартака 4-2 Квазар ФК Квазар Обыгрывает Команду Спартак Юноша 95-го года Рождения А показалось мне Да Что во втором тайме Спартак Будет поинтереснее Неужели Ну может быть Под нагрузками Еще раз Вот повторю Может быть Под нагрузками Находятся Спартаковцы Да На 15 минут Хватило Сейчас вот Чуть-чуть Сложновато Стало Против Квазара Все-таки Футболиста Постарше Помастеровить Еще Юрьев Получилось Зацепиться У Юрьева Здорово Как обыграл Там есть поддержка Юрьев Набирает скорость Еще одного Остановился Под себя Убрал Классно Направо Гавриков Хорош Юрьев Молодец Да Нечасто Мяч получает Передача В центр Там Юрьев Снова Борьба Там лежат Футболисты И той и другой Команды Поборолись Там за верховой мяч Падень Нарушение Правил Штрафный удар Ну что Нужно Да Отдает Там капитан Спартака Напомню вам 8 минут Примерно 8 минут У нас до конца Второго тайма 4-2 Квазар Обыгрывает Серия ложных движений А нету там никого Вот так вот На самого себя Отдал передачу Центральный полузащитник Московского Спартака Нападающий Не пошел На его передачу Чуть длиннее Паузу бы сделать Да Беломытцев Мехков Созваем Ну что Если Беломытцев У нас Хави Дюмин У нас Иньеста То что Мехков У нас получается Серки Бускетс Да Если здесь В простановке Каталонской Барселоны Рассуждать Великолепный вопрос Мне здесь Мой коллега По репортажу Мне задал Кто же тогда В составе ФК Квазар Лео Месси Ну что ж Давай мы Оставим эту паузу Повесим Дим И В конце встречи Мы с тобой решим Кому же мы дадим Звоним Месси До сегодняшней встречи Спартак с мячом Ну вроде бы Налево передача Подача низом Вот Мехков Хорош здесь Прочитал комбинацию Мартынов То есть Мартынов Там идут в подкате Набирает скорость Квазар 5-4 Передача на Юрьева Вне игры Вот здесь вот Лайнсман зажег Флажок И похоже Что по делу Свистка нет что ли Рефери Нет нет Здесь конечно Вне игры Юрьев рановато Стартанул Или передачу ждал Раньше возможно Спартак с мячом По правому флангу Атака Ну да Бесперспективно Квазар хорош в отборе Хладнокровен Играет лучше Лучший Квазар Спартак Спартак блеснул 15 минут Второго тайма Напомню вам Дорогие друзья Сравнял счет Сперва с пенальти Был забит гол Потом с игры Там достаточно здорово Ошиблась Защита Квазара Но вот Тем не менее 4-2 Квазар игру выровнял Беломыцев Против него жестко Играет Саут Хорош Беломыцев Просит Гавриков Оставить передачу Ильин Юрьев Помог партнеру Здесь Обыгрался защитников Мягков Традиционно уже Передача назад Но вот сейчас Неужели вперед Вот наконец-то Пас вперед от Мягкова Демин Беломыцев Но быстрее Ускоряться Нападающим Квазара Юрьев Развернулся Та справа Гавриков Юрьев Чуть затянул С передачи Вступает Гавриков В игру Напомню вам Гавриков Забил Твертый гол В составе Квазара Сделал счет 4-2 Очень комфортно Квазара Давай Беломыцу Обратите внимание Дорогие друзья Центральный был Защитник Квазара Отбегал По такой жаре Да Почти Там 88 минут И еще Вон там В прессинг Бросился Да Десятка Квазара Сегодня Очень хорош Предыдущую встречу Квазара Я наблюдал Против Команды Кайтспорт Но там Опытные То что Называются Мужички Не дали Возможности Вот этому Креативному Трио Развернуться В составе Квазара Не так ярко Смотрелись Полузащитники Да нет Спартак С мячом Не нужный Тут Свисток Совершенно А здесь Ну что Здесь же По катящемуся Мячу Да С рефери Не совсем Последний Ну товарищ Товарищ Матч Поэтому можно Здесь Все позволили Подобные Решения Мягков Мягков Снова Пас назад Хорош Беломыцев С мячом Ну набирайте Скорость Квазар Передача Центр Ну здесь Ошибка Да Не было Пространства Беломыцев Все Остановился Может быть И можно Хачедуряна Сейчас своего Центрального Полузащитника Поменять Демен Демен Мартынов Беломыцев Но убегает Нет Убрал под себя Скорости Чуть-чуть Не хватило Оставляет Но Мартынова Под левую Почему не пробить Юрьев Мартынов Катают там И вот Наш Коллега Вернее Мой коллега Ныне Также присутствующий В прямом эфире На Первой кнопке Медиапроекта Спортиру Гаспарян ошибся И Гаспаряна Перекинули 4-3 Ну брать мяч Спортируем Ну как же так Гаспарян Жахнул там Мимо мяча Аплодируясь По исполнению Счет 4-3 Обратите внимание Друзья Да Подыскивали футболисты Закончу я Свою мысль В прямой эфир Две минуты До конца Примерно Две минуты До конца Не знаем мы сколько Добавят рефери В компенсированном Времени Мой коллега Медиапроекта Спортиру Сергей Богданов Здесь прямой эфир Мне присылает Здесь сообщение Божие Квазар Храни Вот так вот Дорогие друзья Переживает Сергей за Квазар Очень симпатичная Команда Тем не менее Спартак Сокращает Разрыв в счете Квазар С мячом Можно Можно еще Попробовать Спартака С сам счет Сравнять В концовке Второго тайма Передача Вперед Верит Своей силой Спартак Беломыцев Мартынов Разводит руками Шире играть Юрьев Есть скорость И есть там Выносливость Хорош Там здорово играет На выходе Вратарь Москов Спартака Передача направо Перехват Ильин Беломыца Справа Мартынов Ильин Прокинул Получилось Правая нога Полез против Троих Двух Прокинул Страхуют там Спартаковцы Передача Мехов Борьбу проиграл 3-3 Бежит Спартак Можно сравнять Счет Можно под себя Сейчас отдавать Передачу Нет Передача Хорош В отборе Центральный защитник Квазара Опасно Это все смотрится Угловой удар Концовка Второго тайма 4-3 Квазар ведет Ну а угловой ворот Белых Смотрим Что-то маловато Футболист Спартака Даже предпочитают Не подавать Розыграешь Вот здесь Подача Подача Плохая Беломыцев Мехов Направо Переда Тут почти Мартынов Выбивает Мяч Ну что ж Да Передача Плохая Получается Мехов У него здорово Получается Назад Вперед Не очень И заканчивается Встреча Дорогие друзья Квазар обыгрывает Юношей 95-го года Рождения Московского Спартака Со счетом 4-3 Дорогие друзья Ну что Мы быстро признаем Лучшего футболиста Встречи Кто же у нас здесь Месси Ну вот так Мой коллега Дмитрий Домбос Считает Лучшим футболистом Встречи В составе Капитана ФК Квазар Сергея По 20-м номерам Который у нас сегодня Провел эту встречу Великолепной Да Вот именно он сейчас На ваших экранах Друзья Великолепную встречу Провел Деменков был Хондокровен Креативен Отдал голевую передачу Отдал передачу Которая привела К пенальти Которую реализовал Ермаков Ну Пожалуй Я назову Все-таки лучшим В футболистом встрече Десятку Десятку Квазар Андрея Беломытцев По тому же Взгляд